Всем привет, с вами Евгений, MobileTelephone.ru и сейчас мы посмотрим на производительность коммерческого образца Samsung Galaxy Note 4 в бенчмарках и в играх. У нас есть подобное видео по прототипу и там дела с производительностью обстоят не лучшим образом. Посмотрим, что изменилось. Напоминаю, аппаратная основа Samsung Galaxy Note 4 для российского рынка, 8-ядерный чипсет Exynos 5433, 4 ядра А57, частота 1,9 ГГц, 4 ядра А53, с частотой 1,3 ГГц, графика Mali-T760, оперативной памяти 3 ГБ. Antutu 50217, Quadrant 27143, Geekbench 3 1294-4233, GFX Bench, Full HD 17.5 и 37.7 фпс, 2К 10.7 и 25.2 фпс, 3DMark Unlimited 19770, Epic Citadel настройки Ultra 27.7 фпс, разрешение максимальное, BaseMark 2 OS 1201. Асфальт 8, графика в настройках максимальная, однако по факту визуальные эффекты не все. Нет мокрого асфальта и освещение кажется немножко упрощенное. Тем не менее, фпс падает до 30 с небольшим кадров, 32, 30. На другой трассе производительность повыше, но уровень попроще, фпс около 40. Асфальт погони, 30 фпс, высокая производительность, однако радоваться особо не стоит, так как максимальная графика на данный момент недоступна в настройках, только оптимально. Dead Trigger 2, одна из немногих игр, который идет в честном 2к, фпс около 20, падает ниже. В настройках максимальная графика, но это видно, что все эффекты есть. Производительность ниже комфортного уровня, 18 фпс, 19, 17, 18. В общем, да, хотелось бы повыше. GTA San Andreas в настройках максимальная графика, однако из-за того, что здесь ускоритель Mali, то текстуры в не лучшем качестве. Производительность не идеальна, падает ниже 20 кадров в секунду, при этом разрешение здесь не 2к, судя по всему HD, то есть даже не Full HD, и все равно производительность на грани. Вот убедитесь, что настройки максимальные. Modern Combat 5 в настройках максимально возможная графика, разрешение не 2к, ниже. Что касается производительности, то фпс хотелось бы побольше, так как это шутер, динамическая игрушка, и время от времени фпс проседает, вот ниже 20. 15, 20, и опять динамичная ситуация, фпс ниже 20. Real Racing 3 достаточно старенькая гоночка уже, разрешение в ней тоже не 2к, нет сглаживания, эффекты простенькие, разве что модели машинок качественные. Тем не менее, фпс не очень высокий, для начинки, конечно, такой. Приложение GameBench, Asphalt 8 57 кадров в секунду в третьем, Asphalt Pogony 30 кадров в секунду, Dead Trigger 2 24 кадров в секунду, GTA San Andreas 26 кадров в секунду, Modern Combat 5 24 кадров в секунду, и Real Racing 29 кадров в секунду. Получается, что коммерческий образец Samsung Galaxy Note 4 действительно производительнее, чем прототип, который изначально был на тесте. Причем я все равно не могу назвать Galaxy Note 4 очень производительным флагманом. Некоторые игрушки подтормаживают, причем даже не в 2к, а у некоторых игр нет максимальной графики. Если вы предпочитаете игры попроще, то волноваться не о чем. А если вы любите 3D хиты геймлофта, то придется смириться. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok